Всем доброго времени суток, место Вангард, мы продолжаем играть с Тайсер Светом. В конце прошлой серии мы познакомились с новым персонажем, МОГИ! На самом деле это не его настоящее имя, это прозвище, которое ему дали в честь той самой части тела, которую он постоянно ломает своим противником. Именно так он, кстати, стал победителем битвы экстрасенсов и обрел такие навыки в борьбе с призраками, зомби и прочей нечистью. С таким огромным дрыном это довольно просто. Ноги действуют старой методикой. Вы скажете, но призраки нематериальны, нельзя совать ноги! Ноги просто материализуют этих потусторонних ублюдков и ломают им всё, что ломается. Первый этаж реально пошёл нахрен. Некоторые говорят, что он потерянный брат Зака и Сацурикуна Тенши. Но, возможно, Зак его потерянный брат. Но я не уверен, потому что у Зака были обе ноги. Если он был в одно утро без ноги, он никак не мог выйти со всеми конечностями. И тут пусто. Я сказал, что ЧП. Так, ну это хорошо, но я не вижу ни одной жертвы на горизонте. Мне что, придётся спасать? Мне придётся творить созидательную деятельность? Камень не горит. Огонь боится появляться в присутствии ноги. Ящик с продуктами. Сидите тихо, помидорки. Пока из вас не полилось что-то красное. Фу. Горшок немножечко задрожал от такой реакции. Так, я хоть сказал, как меня зовут. Но самое главное, что я сказал, как зовут ноги. И раскрою секрет его имени. Да, да. Чёрная кровать это то, что ноги любит. Так, я не понял. И где? А, наверное, ещё где-то прячет. Я не знаю, кто и что прячет. Ну, лучше бы им это поскорее показать. Чемодан. Это, видно, Латина подружка с собой привезла. Сортир. Так, я не понял. А что, наша главная героиня всё это время мылась в унитазе? Нюдительно, что она никак не хотела туда заходить. Предпочитала грязь. О, а чего бы мне заодно котик он-то не наведаться, раз такая пьянка? А то сам он такой замкнутый. Где он там обретается? А я откуда знаю? Блин, хороший вопрос. Нахрена? Блин. Мне нравится этот персонаж, он задаёт самые логичные вопросы. Медицинские трактаты, сказки, книги про литяка и такое. Ого, как Гензли Грэдба трепала. Утю-тю, похоже, у кого-то это любимая книжка. Так. О, это на сундук с сокровищами? Шучу. Это я. Сейчас Грэдзон звонок идти пароль. А как мне понять, какой пароль? Можешь просто разобамил? Не, не угадал. Телефон. Медицинские трактаты опять. Поверить не могу, что я и приехала. Сейчас, видимо, пока что, кажется, не проснулась. Наверное, не проснётся, если обойдётся без крови. А, ну да. Мазук же кровушка, концентрированная, ведьминская. И, значит, кажется, я считанулечка. Ну и ладно. Похоженный цветой ёлочек. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. У нас спрятанный ёлочек. Ну-ка посмотрим. Наста июня. Похоже, вторую дочь покоя ветви съели. Опять пришла посылка морем. По идее, это должно было случиться позже. 15 сентября. Видимо, всё ещё не проснулось. Глядишь, я так до самого ритуала дотяну. 28 декабря. Вот ещё угол подзади. Притал, значит, на 10 мая через два года. Остаётся молиться, чтобы ничего не случилось. Так, это за прошлый год. На через два года это 10 мая следующего. А ещё, типа, год получается. О, блин. Многие, конечно, как математик на пенсии ничего не решают. Примеры сами складываются перед взглядом ноги. И, во сколько помню, он уже был дёрганный. Но сейчас, похоже, времени совсем не осталось. Так. Наверное, подсказка. А сто июня не могу... Я не знаю, какой сейчас год. Наверное, получается. На 10 мая, может, 10.05 пароль. Так. Ну, в смысле, не угадал. А, погодите, ведь ещё есть другая вариация. 0.5.10. Она даже, скорее всего, более вероятная. О! Интере, довольная масса, зажигалка и серебряный меч. Так. Так, Шарлотт на самом деле в тайне был ведьмаком. А где его второй вечер для людей? Это как-то по-детски, но неплохо. Ладно, пойду, что ли, койте. А то поздно уже. Устал, наверное, бедняга. Куда там? Отлезть сразу налево? Так, вот, а шкафчик не заглянули. Одни рубашки с глашными воротничками. Ламерская, ламерская одежда. Так, ну всё, дрын на готове. Настало время для максимальной пенетрации нечисти. Эй, Лотти, я за вами. Тьфу, и кого? А? А, я вас послушаю. Кажется, тут ещё проход есть. Так, медведь, возможно, единственный, кто может находиться в его присутствии без страха. Я сохранюсь, пожалуй. А то я сам же начинаю испытывать страх. Ничего себе, это что-то новенькое. Влибре кровь будоражит. Председателя культного крышка идёт бой. Ждите меня тайной загадки. О-о. О, здравствуйте. Ох ты, а чего это у вас тут? Ой, ты кто? Ну, хорошо, что догадался, где мы. Приветик, Лотти. Возрадуйся, я за вами. Лотти. Фу. Всё, что нужно для станицкого ритуала здесь. Можно приступать. И вот тогда мы позвали на помощь тебя. Кстати, почему ты с арматурой? А? Тогда же сказал, что зомбики. Если бы что под рукой было против зомби, лучше арматуры ещё ничего не изобрели. Ещё лом хорошо. Во-вось, и чё ж. Я быстро проникла в тайны экзорцизма. Недаром почитал умные книжки. Ноги, только не говори мне, что всегда с боем прорывался. Почему они перейти мешали? Кстати, это правда зомби. И ведь не царапины. Вот правда, тебя бог любит. Боже просто боится. По-моему, просто я сам бог. Теперь всё понятно. Бог такое увидел ноги и сказал, я уступаю мест этому парню. Тогда в стране какая-то очень сомнительная религия. Да, забей. Короче, я ситуацию понял. Давайте знакомиться. Ты, значит, тот самый самозладный пацанёнок, да? Как? Это давно было. Сейчас она вроде исправилась. Ты-то об этом откуда знаешь? М? Ты чё, вот и забыла. Ай-ай. Он прям бесит. Хочешь, в голове стукну? Может, вспомнишь? Так вы ещё и психолог-мсихолог? Целитель амнезии? Только попробуй. Так вот, это ноги. Он постарше на с тобой, если он на время заедет оккультным кружком. Ну, он вообще странный. Это же сам не состоящий. Это так про своего председателя. Позову его потому, что он любимец бога. Поправка. Бог собственной персоной. Хватит, а? Блин, это не нарушение, не оскорбление чувств, я раньше только что произошло, так руку на бога поднимать. Мы с кружком периодически ходим на всякие места силы. Всех местная фауна замечает и периодически приходится к ней побегать. Все ноги хоть бы хны. Они его не видят. Может, он сам уже умер и присоединился к ним? Хоть до того, что один дух натушившись на ноги и тут же растаял в воздухе. Надеюсь, он успел перед этим извиниться, иначе его ожидают очень тяжелой загробной жизни. Это уже даже не мистические способности. Его просто ничто сверхъестественное не берёт. Я же его позвать, а раз уж запахло жареным. Похоже, ведьма не исключение. Блин, может, он и молочко с селёдкой может мешать нормально? Раз уж у него такая сила. Кстати, что делать-то будем? Пойдём убивать ведьму. А? Вот это план по мне, думают ноги. Но тогда у него для тебя кое-что есть. Смотри, самый тот ли экзорцизм. Вот это Арматурина, да? А, три предмета. Масло с зажигалкой, серебряный меч. Перемещены на торшерлоты. Ты что, в моей комнате рылся? Я видел твой секрет. С живыми выберемся. Побью. Но сначала надо выбраться. Давайте стреть, что тут есть. Дверь одна штука, и на река полно секретов. Наверное. Получается, вот единственный, кто может задоминировать ноги. Но оно и понятно. У него ноги все на месте. Видимо, неломаемые. Титановые! Так, запись седьмая. А я предыдущие шесть ещё не читал. К счастью, она не сейчас просит кушать. А ну и трапезы хватает на несколько дней. Я же в то время могу брать за еду-еду или не на кладбище, типа конфеты с могил потырить или что. Либо купить тело, кунить мерзавца. А, такая еда. Когда же дошёл очередь до нашей гробницы, я заметил, что глаза ему загорелись с собой пламенем. Ей понравилось плоть собственной семьи. Ну так родной, то ближе к телу и сваивается, наверное, хорошо. Наконец. Она захотелось есть меня. Ну, а я и не против. Мой вор-фетиш давно давал о себе знать. Я извиняюсь. Шестая запись. Эмма просто набросился на звериное нутро, которое я ей принёс. И сказала, что я ещё раз не против Самар стерзать живую тварь. Чтобы он не покасал Эмму, я извёл зверя до того, что им едва теплилась жизнь. Она теперь едва на себя похожа. Наверное, есть расплата за то, что Эмма стала ведьмой. Теперь она попросила приготовить человека. Так, ну, про приготовить человека мы уже прочитали. Восьмая запись. Что моя бедная девочка не голодала после моей смерти, я позволю сплести проклятие. О, девочек жилых течёт моя кровь. Придите же к ней. Придите и останьте с ней. Станьте ей пищей. Лишь бы только она не голодала. Доченька, я тебе помогу. Слушай, Юэй, помнишь, ты говорила, что у дедушки ключ от особняка? Ты его так не нашла? Нет, не понимаю. Куда он мог деться? Знаешь, может, ты не прав, но, возможно, эта ведьма тебя позволила, чтобы съесть, пока ты не повзрослела. Да, станет уже жёстенькая. Надо бы есть пока ещё плоть мягенькая, неразвитая. Ну, в принципе, я думаю, её вкусы уже довольно сильно развились, что она хочет настоящих деликатесов. Ну, а что ещё хотел отметить? Какая потрясающая отцовская любовь. Вот это он рожал десинь не для того, чтобы они носили ему стакан на смертном адре. Это он будет приносить им стаканы даже после смерти. Молодец, молодец. Так, четвёртая запись. Блин, мы ещё пятую пропустили. Я не назвал демона своего имени. Ведь, говорят, демон свободно повелевает теми, чем её имя он узнал. А моё желание должно конить и так. Демон сказал, что за всё причитает своя цена, но ради дочери готов на всё. Так она стала ведьмой. Теперь она бессмертна. Она будет жить. Так, а что случилось-то с Эммой? Почесть. Вторая запись. Господи, за что ты подвергаешься раба такому жестокому испытанию? Хоть от моей плоти. Моя милая доченька Эмма тоже заразилась этой страшной болезнью. Здорово-сестересно, ни одно не помогает. Господи, помоги мне. Помогите мне. Хоть кто-нибудь. Пусть даже демон. Спасите мою дочь. Умоляю. А что за болезнь-то была? Ветрянка? Запись третья. Вот и демон нашёлся. Что вы спасти Эммой, решился вызвать демона? Возможно, прямо в этой комнате. Если он заключить с ним контракт, он станет ведьмой. По крайней мере, не погибнет. Ну и вообще, может, вкачает скилл магии там на пару уровней. Я готовлюсь провести запретный обряд в тайной комнате. Воск на лице моей милой может потряскаться. А, вот и восковые люди подъехали. Надо спешить. Надо спешить. Слава богу, жена сына все еще здоровы. Я досок далекие края. Я не хочу, чтобы на них пало время его проклятия. Я зарал достаточно денег, продавая руки больных, как хэнд оф глори. Блин, что такое хэнд оф глори? Это, как говорит нам, гугл засушенная рука человека, который был повешен. Интересно, мне тоже хотел такой сувенирчик. Теперь я передал все состояние жене, отправил ее прочь. Так, ладно. Хэнд оф глори всегда может пригодиться в момент особой неудовлетворенности. Так, мне так жаль. Мне так жаль. Так, мужчина, подвиньтесь, пожалуйста. Подвиньте свои ноги. Я так рад, что я врасте невредимым. И что эти жуткие штуки тебя не тронули. А, ну так я же все-таки бог, да я сам их потрогал. Все, гонишь, следующие все дела. Ха-ха-ха. О, не прониклась. Не переживай, ноги я уже все рассказал. Вот когда дверь открывается, надо подумать. А мне надо подумать, еще одна запись, а тут ее похоже и нет. О, что-то я посетил, однако. Четвертый я читал. Может, тут разные, но нет. Вторую я почитал. А вот пятый, по-моему, не читал. Не хватает первой и третьей, тогда получается. Теперь к ней вернулся аппетит. Время болезни на стимиску дала, а теперь ее члены снова полны жизни. Я приношу ей покушать все, чего она не попросит. Блин, сейчас удержаться от скорбезной шутки было, конечно, сложно. Правда, ее вкусы странно изменились. Она больше не ест то, что так любила раньше. Когда же я спросил, чего ей хочется, она попросила о крови и потрохов. Ну, растущий организм требует, требует. Да, вот первая запись. А, и третья, да, по-моему, я ее не читал тоже. Даже обращаться скую фигуру. Мне страшно даже помыслить об этом. Ну да, типичная ветрянка. Сама кожа носится восками, потому, если чистить его, на свет божий выйдут мышцы лица. Глядя на тихо пащи больных людей, которые не будут пошли или снигут сказать и слово, я и сам скажу с ума. Впрочем, нет, я уже безумен. Эти люди больны. Безнадежно. А, ну все, мы все прочитали. Видимо, раз что-то регернулось. В принципе, общая идея мы поняли. Девочка заболела этой восковой болезнью. Батя вызвал демона. Ну, девочка стала ведьмой и начала кушать мяско в очень больших количествах. Этого невозможности произошедшего она была убеждена вегетарианкой. Так что, подумайте, перед тем, козыщай контакты с демонами. Ну и в конце концов, все закончилось вкусной человеченкой. Так что, болезнь, возможно, была не восковая, а некая на букву З. Что это был за звук? Так, почитаем умные книжки. Что это? Знаешь что, вот эту фигню лучше не трогать. Книги внушают мне отвращение. Я лично с ним учился на улице. Мне кажется, я ищу вещи кожи. Ааа! Я сам хочу потрогать. Вот я и возьму. Делай как знаешь. Назовешься быть как-то сделай-ка. Что пропадать? Кожа, возможно, просто не проживалась. Побрасывать не хотелось. Ах ты, записка. Зашифрованная, кажеть. Чё-то невонятное. Вот тебе, прочитай, а, ну или ты ее. Что там? Что там? Их Увидме Адлес. Эмм, 4.12.0. Так, ну их, это я знаю, это я. Я думаю, знания немецкого закончились. Так, есть? Хоть один немец среди присутствующих. А, спасибо, Юи. Все ради 4.12.0. Это все на немецком. И что это за цифры? Ну, видимо, код. Да? Так, отлично, 4.12.0. Так что, что-то поблескивает? Или не поблескивает? Разгадали? Нет, не разгадали. Что-то сложно. Ну, все ради 4.12.0. А, наверное, все ради мы. И, так как батя, видимо, был душепрограммистом, он начальщик с нуля, когда 0 это А. Ну, и это, соответственно, пятая буква, соответственно, в нашей системе подсчетно будет четвертой. и вторая, третья буква тоже одинаковые. Но это лишь догадки. Предположим, что да, помыслил. А, за неправильный этот вид штраф не будет, тогда можно было и не мыслить. Так, ну, вот только на английском. Блин, мне кажется, этому слову вот очень тесненько в этом квадратике. Ой, как ему хочется выбраться на соседний. Больно, больно за него. Все ради эммы. Магический круг, при этом другой, не тот же, что уже начертан. Чуть поменьше. Возможно, что младший братик или сыночек. Что, ребята? Блин, надо просто камеру прихватить. Не, конечно, раньше, никогда пентаграмма появилась, но что с ней разделать-то? В центре читаем заклинание призыва демона. Нам нужен еще один демон, чтобы мы смогли с этим бороться на равный. Что делать будем? Предугаю в нее наступить. Да, я. Ну как? Ничего не происходит. Так он же не взаимодействует, сидерки, естественно, моцовы вообще. Странно. Давайте я попробую. Как-то лучше. Чего? Юи, бери. Ай! Юи, Юи, ты цела? Так, произошло первое дело из последней Данганрунбы. Бывает. Ха-ха-ха, боль, наверное, как живая. Ну так, сотряс мозгом, в целом, ничего такого. Я живая, наверное, больше от неожиданности. А, понятно. Ну пока малышка спит, давай что ли все это смотрим? Малышка, ты что себе позволяешь? Не, она просто даже не шутит, а все равно такая смешная. Блин, сейчас она в гаре, чел. Она вроде не малышка, вроде 21. Хотя я могу его понять, я тоже подумал, что ей там 12-13. Прикольная, мне нравится. Ну по 10 из 10. Так, ладно, давай просто смотреть уже. Блин, ну возможно, ему если палец показать, он тоже смеется. Так, касталотий. Так, чисто, я не знаю, хочу сказать, мужицкая команда, но на самом деле уверенности нет. Отличные конфетки-ноги. О, их можешь покушать. Он может, видео рисковать. Так, чисто серебро, отличие ротовер, против язык чар, зажигалка, это огонь, масло, это масло. Арматуры. Да, очень вооружен, просто по полной. Так, ладно, возьмем шарик. И что это за шар? Тоже, веро, часть механизма. Короче, бери, на ходе конец отборщик погоняем. Или бейзбол, я как раз сбитый. Винитарь, добавлен шарик красного стекла. Так, ладно, дверь от пролета привлекает к себе внимание. Это самая сексуальная дверь, которую он видел во всем особняке. Смотри, что написано. Открой дверь и проходи. Блин, она сама открылась, ничего не делал. Открылась? Ну, значит, остается только зайти. Это да, но ноги останьтесь, пожалуйста, Юри. Че? Че? Какого черта? Я тоже хочу. Ты же не предлагаешь ее внутрь заносить. Если же мы разделимся, то мы успокоимся, если Юрия останется с тобой. Ну, блин. Ну, ладно, иди. Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Вообще-то, здесь целых две ноги. А, ха, 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 ха. Ага, только ты это, не переборщи. Так, ну что? Господин Юи, это Шарлота, ваша очень дальняя родственница. Познакомьтесь. Так, то есть, девочку в ситуации все-таки как мальчика, мальчика как девочку, а потом все изменилось. Привет, меня зовут Юи. О, типа, здоровайся, я тоже родственник. Меня Шарлота, здравствуйте. Ну дети, давайте, идите играть. Я уснул. Как-то раз к нам в гости приехала какая-то девочка, моя родственница. Шарлота, какое милое имя. Сразу хотелось сказать ей привет. Шарлот, ты так классно играешь. Да так, кто угодно учиться может. Блин, так я даже никто угодно. Унижение, блин, это самое знаменитое кровать с чертой простыней. Так. Я люблю цветы и пляшевые игрушки. Мне говорят, что я мальчик, так что это нельзя, но это вообще, это просто ни о чем, это полная чушь. А мне говорят вести себя женственнее, а я не хочу. А тебе даже сраз не надо, ты в любом случае милая, так что не переживай. Эх, Шарлот, возможно, хотел быть труп-брутал. Да, да, я понял. Я все понял. Так, цветочки посмотрим. Шарлот, ты любишь цветы? Люблю, только ненавижу. Обычный хейт-лав. Я не понял. Все девочки любят цветы. Я не хочу быть девочкой. Почему? Ты же такая милая. Потому что девочки едят. Вот так вот, девочки, предлагайте лучшие рецепты с вами. Так, ладно. Должен честно сказать, в предыдущей фразе я придумывал целых три ужасных шутки, но я побоялся их сказать, потому что их бы оценил, мне кажется, только мой заместитель. Я пока не очень хорошо пишу по-английски. И говоришь, странно, ну я же японец, отчего глаза зеленые. У японцев тоже зеленые глаза бывают, мне деда говорил. Блин, так что, они настоящие японец, или все-таки зеленые глаза не показатель. О, тот самый чемоданчик. Это мой любимый рюкзачок. Это мне мама подарила. А почему я ее не видела? Просто взрослые сегодня уехали. Мамы должны были сесть, по идее. А у меня мамы нет. Да? А почему? Блин. Так может быть, еще род с Алина воспитывали, чтобы он погиб, вместо нее был съеден. Только тогда не очень понятно, а не получается, ну, одна семья. Так, что-то больше ничего кликается. Когда папа со взрослыми уезжает, я остаюсь дома совсем один. Тогда я сижу в комнате и читаю книжки. Одному в игрушки играть неинтересно. И на пианино тоже. Саш, я очень рад, что ты приехала. Давай с тобой играть. Что-то не очень одобряет. Так, на что еще можно посмотреть? Так, ну, наружу, может быть, уже. Пойдем на улице поиграем. Девочки на улице не играют. Тогда погуляем. Гулять можно? Только я не хочу, чтобы нас ругали. Пусть не тогда ругает. Я же мальчик. И что? Я мальчик, а ты девочка. В это тебе обиду не дам. Ни за что, что бы ни приключилось. Ну, пойдем тогда. Угу. Мальчик, как же. Но так меня растили. Интересно, почему детям нельзя в особняк? А ты что, не знаешь? А ты знаешь? Потому что ведьма. Ну, хоть не потому, что гладиолос. В нашей семье надо обязательно проходить особый обряд. Мне сказали, что все расскажут, когда я подрасту. Вот эти беленькие и самые красивые. Правда? Это я посадил. Тогда вообще некрасивые. Тупо ноли с десяти своими грязными мальчишечными руками запачкал. Ну. Смотри, какой красивый цветочек. Ага. Желтенький и миленький. Ой, ты улыбнулась. А знаешь, я скучаю по маме. И я. Перед тем, как мама уехала, мы с мамой и папой вторым сфотографировались. Мама оставила фотографий в медальон и сказала, что так мы всегда будем рядом. Ты его носишь? Не, он у мамы. Она сказала, что это ее сокровище. А я ношу эту фотографию на брелке. Ну-ка. Нет, не продемонстрирует. Так, что еще можно посмотреть? Но почему знать могут только взрослые? И почему ты все-таки что-то знаешь? Просто я? Я-то нет. Юи, постой. Меня не остановишь. Теперь можно срентать цветочек. Он материализовался. Шарлот, а Шарлот, а ты мне нравишься. Ты такая милая. А ты мне совсем не нравишься. Почему? Потому что я вместо тебя. Это меня скормят ведьми. Вместо тебя. Но я так и подумал, гад, гад, гад. Но ноги еще не появился в этом измерении, чтобы ответить на его мольбы. И это из-за тебя ведьма съела маму. Из-за тебя. Как из-за меня? Шарлотта, постой. Что значит съела ведьма? Кстати, с тех пор мама так и не вернулась. И что с ней случилось, я так и не узнал. Только деда почему-то тысячи раз спросил прощения. Ой, бродячий пес. Не надо. Не хочу. Уйди, уйди. Шарлотка. Так, выпоедание собакой это как репетиция перед ведьмой. Юи, Юи, ты цел? Ой, больно. Какую-то артерию перекусили, мне кажется. Юи, ты что, поранился? Бедный. Там на текло, мне кажется, на пол Юи. Это, это и есть тайная комната, но где же Василиск? Эй, Оте, ну как там? Все как ты любишь, ноги. Выхода я тут не вижу, но поищу. Да? Ну так, когда Юи прощухается, я тоже загляну. Нет, ждите, пока я не вернусь. Вау. Ну, еще пентаграмма, вот что я люблю. На этот раз у нас десертами с кровью вокруг. Так, свечки горят, все очень мило, красиво. Как будто бы можно серию закончить, да? Темно-то как? У меня тут зажигалка. Ну, хоть так. Я, пожалуйста, хранюсь. Мужицкая Тима распалась, и снова одиночество. Я те же разуслужу за покойные службы, катакомбы, Если только раньше узнал, уж точно бы на нее сюда визит. Только же пройти, да поставить свечи. Какие свечи? Ой, ничего не видно, ничего не видно. Для меня вообще это не нравится. Это место выглядит как отличный сегмент для какой-то погони. Так, ну хотя бы чуть посветлее стало на душе. Так, две свечи зажгли. Так, я в каких-то скелетов тыкаюсь, на нем не отвечу. Ай, по лицу-то за что? Еще я в пятером на одного. Ну, ладно. Втроем. Двое двуруких, один однорукий. он же пират какой-то. Ну, хорошо, что ему еще крюк не приделали. А то можно было бы остаться без глаза. Как больно. Мне больно. Раздует пощечины. Да, хватит! Хотел свечку зажечь. Не дают пройти, не дают. Требуют, чтобы я починю электричество. блин, вот и, наверное, реально ЖКХ не оплачивал уже пару лет. По ночам не выходит никуда. Ну, мы так тоже неплохо позажигали свечей. Вот еще одна. Наверху наверняка есть. Это что, не свеча? Выглядит как свеча. Ну, это вот точно свеча. Так, ну, мы очень много зажгли. Да? Да. Так, тут, кстати, есть какая-то дырка, но ничего не видно. Нам нужно больше света. Блин, тихо-то как? Вот тут одни мертвые. Хо-хо-хо. Могли бы сказать что-нибудь. Скучно, наверное, тихо-молочку сидеть. Но пока они могут только раздавать мне лещей. Видимо, они очень желают со мной общаться. Блин, где еще свечи-то могут быть? А, тут еще проход. Это не свеча? Кажется. Да блин! Так, ну, уже получше, уже получше. И вот еще одна. Ну, вот. Совсем светло стало, мне кажется. Только я все равно натыкаюсь на стены. Так, тут еще лучше видно. Вот теперь с вами переключать нажать. Да, оп, нормально. Где-то вдалеке как будто падал ветер. Видимо, дверь открылась. Твою мать, рука застряла. Так, а что это такое? Это чья-то рука протянулась ко мне в ответ? Жмите Z, но можно не жать Z. Еще больше рук, как у меня много сейчас будет друзей. Или не будет. Здравствуй, новый друг. Ну, я же говорил, дружба начинается, так сказать, с взаимной раздачи пощечин. Типа, видите, человек хотел ходить подружиться, сразу хватайте его за лицо, после этого он уже не сможет быть к вам равнодушен. Хороший умень, чтобы закончить, но не особо, но тем не менее. по хронометражу зато очень даже, ну, такая вроде забавная вышла серия, кто-то постарался, я, что-то мне в голову приходило слишком много шуток на грани, какие-то возможно озвучил, какие-то решил оставить при себе, наверное, это все-таки был хороший выбор. Вот, с вами был Авангард, я надеюсь, вам серия понравилась, ставьте лайки, пишите комментарии, что думаете, величие ноги там, развитие сюжета, и так далее. Всем спасибо, до новых встреч!